Приветствую вас, и я прочитал ваш вопрос. Давайте мы разберем сейчас с чего в целом. Ну, первое, что я хотел бы обратить ваше внимание, это имеет ли для вас какое-то значение возраста. Ну, просто, лично для вас, какое имеет значение возраста. Второе, насколько вы реализованы, то есть насколько вы чувствуете, что раскрываете на данный момент свои возможности, свои способности, свои интересы, свои увлечения, хобби и так далее. Чувствуете ли вы, что реализуете свой потенциал? Следующий момент. Насколько вам комфортно наединить с собой? Ну, если мы не берем в расчет, то ажевые печи, если мы опускаем этот момент. Поверьте, это не самое плохое, что может случиться с человеком, за которым находится один. То есть у вас еще все более-менее не плохо. Ну, за исключением, конечно, конфликт, о котором вы говорите. То есть комфортно ли вам виднее с собой? Следующий момент. Вопрос веры. Лучше, наверное, разбирать непосредственно с человеком, который к этой вере принадлежит. Вот, что, соответственно, вам лучше обратиться. в церковь. Вот. Ага. И там этот вопрос рассматривать, вопрос своей веры. Вот. Но с точки зрения психологии, с точки зрения психологии, то есть вы описываете абсолютно нормально и ничего противоестественного в этом нет. Другой вопрос, что, сдерживая себя, естественно, желание накапливается. Ну, любое, любое желание, если его сдерживают, она накапливается. Возьмите, к примеру, голод, холод, сон. И чем сильнее желание, тем больше мотивация. А мотивация, если она слишком высокая, она мешает. Она делает поведение человека не совсем естественным, а точнее совсем неестественным. И из-за этого человек теряет возможность вести себя свободно, вести себя спонтанно, вести себя естественно. Следующий момент. Я бы не стал смешивать воедино желание найти, как вы пишете себе, женщину для семьи, а интимную сторону вопроса и любовь. То есть вообще это три очень разные вещи. Да, они все могут совмещаться, и хорошо, если они совмещаются. Но на данный момент для вас это все-таки разные вещи. И на мой взгляд, вы оказываете себе медвежью услугу тем, что смешиваете эти три элемента. Найти в себе женщину для семьи означает быть как все. Означает невозможность находиться наедине с собой, то есть некую сложность принятия себя. Ну и возможности, потребности в защите. То есть я себя от чего-то защищу. Семья это всегда про защиту. Вот. Любовь же. Это когда мы хотим что-то для человека сделать, когда мы хотим делать человека счастливым. Нам как бы не столь важно будет у нас с этим человеком семья, отношения или вообще ничего не будет. Нам просто хочется этого человека делать счастливым и все. Вот. Это любовь. Это любовь. Ну и что касается интимной стороны вопроса, то здесь как бы все вполне естественно и и логично, что если у вас давно не было партнера, то всякие мысли появляются абсолютно нормально. Вот. В позиции моей, да, вот как психолога и как человека несколько непонятно здесь как бы направлено с религией, которая опрещает как будто бы естественные природные физиологические потребности человека. Вот. Либо это исключительно ваша битва внутренняя, либо это исключительно ваш конфликт. Ну тогда его нужно разрешить в столице. Если вам хочется, то вы можете сделать это прибегнув к помощи священникам. Своей веры. Вот. Но эти вещи совершенно разные. Дальше. Знакомство. Я имею ввиду в тиндере и прочих. Это места, где люди весьма часто, к сожалению, профессионируют себя как товар. И шанс, что вы найдете там такую спутницу жизни, которую хотите, вот, ну, крайне низок. Он, конечно, вне всякого сомнения есть, но он очень низок. Гораздо больше этот шанс был бы, если бы вы смотрели в сторону развития своих интересов, развития своих хобби, реализации и, соответственно, общения с людьми, в том числе и женщинами, уже в этом непосредственном контексте. Следующее и самое, наверное, главное. Найти женщину у вас не получается не просто так. Поскольку вы пишите, что ваша женщина, ну, идеальная женщина для нас, это та, которая похожа на маму, на крестную, вот. А поскольку вы пишите так, то я могу сделать вывод, что к своей семье вы были достаточно сильно привязаны. Может быть, привязаны до сих пор. Не знаю. Вы об этом ничего не говорите. В том, какие у вас сейчас отношения с семьёй, да, с твоей, с твоей. Ну, так вот. Вы привязаны к своей семье. Дело в том, что привязанность к семье, она характеризуется следующими особенностями. Во-первых, это специфичное эго-состояние человека, то есть специфичное состояние психики человека и его поведения. В контакте с семьёй человек может быть либо тем, кто стоит над, это родитель, либо тем, кто стоит под, это ребёнок. Соответственно, вы, я так могу предположить, больше ребёнка, потому что вам свойственно чувство вины, стыда, тревожность, неуверенность в себе, может быть, мнительность. Это всё те качества, которые, которые свойственны ребёнку в большей степени в данной парадигме, конечно. И если вы ищете себе женщину-родителя, женщину-маму, да, то вы не выступаете как взрослый. А отношения, даже если они соответствуют той паре, которую я предположил, всё-таки начинается со взрослого общения. Если отношения сразу начинаются с общения ребёнка-родителя, это отношения, к сожалению, не совсем здоровые, больше девиационные. Вот, в этом ничего плохого нет, но просто они, ну, скажем так, они нестабильны, да. И не сложно догадаться, что привязка к семье произошла не случайно. Как правило, детей привязывают к семье свои родители осознанно, но чаще не осознанно. Для того, чтобы, первое, первое, защитить, ну, как они думают, защита на самом деле не совсем. Вот, второе, это некий такой короткий интерес, чтобы ребёнок зависел от меня, чтобы ребёнок всегда был со мной, чтобы ребёнок никуда не ушёл и так далее. Ещё третий вариант, ещё есть ревность, но это несколько не самостоятельная история. Вот, но, тем не менее, проявляется она может как самостоятельный элемент. Итак, в некоторой степени резюмируя, можно сказать, что вы привязаны к своей семье и эмоционально, я имею в виду эмоционально, вы привязаны к своей семье и из-за этого, собственно, вероятно, имеете внутренний запрет на создание семьи, то есть вы на создание своей семьи и на построение отношений. Может быть, вы этого хотите и, скорее всего, вы этого хотите, но хотите вы этого достаточно на поверхности, особенно если учесть, какие желания у вас бывают, а вот в глубине присутствует запрет на создание отношений, которые вы получите от ваших родителей, от мамы, от крёстных и так далее. Обратите внимание, что вы ничего не говорите про отца, то есть с мужской фигурой здесь у вас могут быть проблемы. Проблемы, а каким образом, как не через образ мужской, мальчику и в последующем мужчине учиться устраивать отношения, в том числе и с противоположным полом. Ну, если у вас есть такая трудность, то ничего удивительного отсутствия модели мужского поведения, конечно, тоже играет серьезную роль. В этом случае ее мужскую модель поведения необходимо корректировать, необходимо вырабатывать и соответствующие женщины, которым нравится определенные модели мужского поведения, будут соответственно на вас обращать свое внимание. Ну а для этого, повторюсь, необходимо поработать. Вот примерно такой ответ я мог бы вам дать. Какой можно вам дать совет? Да, вот вы спрашиваете. Сейчас я открою вас. Текстовый раз не могли бы мне посоветовать, что я могу сделать больше? Нет, не могли бы, потому что мы психологи, психологи не советуют, не дают совет. Психологи помогают себе разобраться. Совет это все-таки больше про друзей. Может быть мне нужно отпустить этот вопрос и иметь золотую средину пытаться найти не слишком интенсивно. Ну, смотрите, опустить вопрос вы не сможете. Потому что если бы могли, опустили бы уже давно. Я не думаю, что нужно заблуждаться и думать, что вы управляете своими желаниями. Да, вы можете их контролировать, в основном вы можете их сдерживать, но управлять ими не можете. Можно переключаться, можно сублимировать, но все это элементы контроля, все это элементы какого-то сдерживания, но никак не управления. Поэтому не стоит думать, что вы сможете отпустить то, что сейчас отпустить не можете. Не стоит думать и то, что психологические забредности возьмут и просто так уйдут. У кого-то есть возможность их сублимировать, у кого-то нет. Вот. Возникает вопрос о необходимости сублимировать. Возникает вопрос о адекватности тех моральных запретов, которые у вас есть и связи их с верой. Вот. Поэтому эти моменты необходимо тоже разобрать. Потому что, как сказать, если вы религиозны, то тут тоже могут быть определенные нюансы, определенная специфика, которая может приводить к тому, что вы отталкиваете от себя потенциальных партнеров. Вот. Повторюсь, вот вы говорите, перестать так интенсивно искать. Смотрите, для чего вы именно интенсивно ищете? Вот для чего именно интенсивно? Чтобы создать семью? Подумайте. Просто мне кажется, что вы в целом склонны себя обманывать. Вот. Понимаете, понимаете, вы можете обманывать кого угодно. Это ваше полное право. Вот. Хотя, когда это приводит к весьма негативным последствиям, но тем не менее. Это ваше право. Но когда вы обманываете сами себя, то есть пытаетесь одно заменить другим и не желаете признавать вот какие-то факты в себе, ну, получается, что вы искажаете свою личность. Если вы искажаете свою личность, то вы уже и не настоящий, но в то же время вы и не какой-то другой, потому что искусственность чувствует себя. И там, и там, везде. А значит, человек не очень хорошо понимает, с кем он имеет дело. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Спасибо. 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 Спасибо.